МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Спортцентр ТВ» и ее ведущий Сергей Волков. Гость нашей сегодняшней программы, один из ведущих пловцов-паралентинцев мира, Вячеслав Ленский. Знакомьтесь! Здравствуйте! Вячеслав Ленский, мастер спорта международного класса по плаванию. Родился 17 августа 1992 года в Самаре. С 1999 года занимался современным пятиборьем. После тяжелой травмы с 2013 года плавник паралимпийской дисциплины С6. Звоевал лицензию на паралимпийские игры в бразильске Рио. На альтернативных стартах в Москве стал четырехкратно победителем на различных дистанциях. Серебряный призер чемпионата Европы. Трехкратный чемпион России. Многократный призер чемпионатов страны и Кубка России. Двукратный чемпион паралимпийских всемирных игр Айвес. Учится на четвертом курсе по Волжской государственной социально-гуманитарной академии. Специальность – прикладная информатика. Коби – разработка сайта. Особая гордость. Сайт paraswim.ru Слава, ну начнем, наверное, вот с чего. Как у тебя настроение? Настроение хорошее. Позади очень сложный спортивный год. Как он удался, ты считаешь, для тебя? Да, как бы были и взлеты, и падения, можно сказать. Но падение не по моей вине во многом, а то, что вот вся вот эта проблема с недопуском наших паралимпийцев в Рио на паралимпиаду. Вот, это было, конечно, очень грустно и неожиданно, потому что когда допустили олимпийцев, ну как бы никто не верил, уже все думали то, что ну все, значит и паралимпийцы тоже поедут. Как бы все пребывали в хорошем настроении, продолжали тренироваться, готовились к определенным датам старта. И тут мы приходим с утренней тренировки, и в новостях пестрят заголовки «Это не наши игры, паралимпийцев не допустили, на паралимпиады никто не едет из российских спортсменов». Мы сначала не поверили, потом уже, когда начали более детально изучать, поняли то, что действительно нас не пустили, иск отклонен. Первое, что было, это опустошение, просто не хотелось ничего, не хотелось больше ни тренироваться, ни плавать, просто даже не верилось. Все, хотелось плюнуть и поехать домой. Да, но уже не хотелось вообще ничего, ни тренироваться, ничего, потому что мы не знали, где мы будем плыть, вообще будем ли мы где-то выступать, когда это будет. Не было неизвестно ни чисел, ни места проведения, то есть и в итоге до последних дней мы не знали, где мы поплывем, когда мы поплывем, поэтому очень… Но форму-то поддерживаю. Форма-то она поддерживается, но есть, вот по крайней мере у пловцов, да, у таких спортсменов, где циклические виды спорта, у них есть определенный пик формы, и он держится не более 10 дней. А тут, получается, мы шли именно к 13-му числу, и тут получается то, что нам говорят, там уже точно нет, а когда и где, неизвестно. И как держать форму, как выходить на этот пик, то есть, получается, мы просто ее поддерживали, а на пик уже выйти не так получилось, ну, не совсем получилось. К тому же, одно дело Паралимпиада, где трибуны, где вся атмосфера, где соперники, где ты видишь, за кем плыть, ты заряжаешь всей этой энергией, тебе адреналин бьет ключом, и ты, получается, терпишь, превышаешь свои возможности и показываешь результат намного выше, чем он мог бы быть. А здесь все-таки не то. Честно говоря, я выходил на старт, это как что-то обычное соревнование, не было вот этого адреналина, не было такого волнения, как... Ну, то есть, привычная обстановка, привычные соперники, ты знаешь их силу, в принципе. Да, соперников, можно сказать, не было, получается, я практически в некоторой дистанции плыл один, то есть, мне не за кем было ни тянуться, я не видел, как я плыву. То есть, не было вот этой соревновательной, соревновательного момента деятельности. Ну, кто тебя подгонял? Тренер? Тебе сообщали время? А, тренеру нельзя подгонять, то есть, за это дисквалификация. Тренер может только помочь выйти на старт и молча стоять. Вот, то есть, никто не подгонял. Борьба с самим собой была. Ну, и все равно тебе удалось выиграть четыре дистанции, показать лучшее время на четырех дистанциях, это, в общем, время соответствует вот уровню паралимпийских игр в России? Ну, если сравнивать, мне совсем чуть-чуть не хватило до третьего места, то есть, я занял четвертое, вот. На дистанции? А, ну, это в эстафете было. В эстафете? Но, могу сказать, там были бы соперники, я бы пропал лучше. Я бы их видел, я бы дожал, у меня бы где-то открылось второе дыхание и, наверное, я бы все-таки... Тем более, ты знаешь своих соперников на мировом уровне. Да, тем более, я знаю, где они проседают, где я их могу взять, где я могу за счет выносливости выиграть, где за счет скорости. А тут, как бы, все равно было... их не было, и не на кого было равняться, не на кого было... И, тем не менее, ты показал неплохие результаты. Потом случилась довольно приятная вещь. Вас позвали в Кремль, где отметили ваши заслуги, вашу работу, вот эту вот пахоту, вот эту черновую работу вот в этом олимпийском цикле. И это было приятно? Ну, конечно, любые встречи, любые упоминания о нас, о паралимпийских, это очень приятно. Я, в частности, наверное, во многом ради этого плаваю, чтобы популяризировать данный вид спорта, вообще паралимпийский спорт у нас в Самарской области, может быть, даже в России, чтобы люди понимали, что это не приговор, надо дальше продолжать. И вот есть разные деятельности, да, в том числе спорт, где можно себя показать и как-то реализоваться. Ну и что вам вручили в Кремле? Ну, вот рекордсмену вы вручили благодарственные письма, а остальным все впереди. Что, вот, так сказать, рассказали вам о будущем вашем, все люди, которые сегодня отвечают за паралимпийский спорт в России. Как они вас вдохновили, вот, так сказать, на новые какие-то спортивные подвиги? Очень много раз приезжали к нам на базы, то есть говорили, чтобы мы не сдавались, продолжали дальше, вот, устроили, в принципе, вот эти альтернативные игры, то есть, да, тоже спасибо за это. Обещали то, что нас не бросят, будут дальше поддерживать паралимпийское движение, то, что будут не сдаваться и пытаться вернуться в международный паралимпийский комитет, чтобы мы уже могли выступать на международных соревнованиях, то есть, чемпионаты мира, Европы. А сам-то веришь в это? Надеюсь, надеюсь. Ребята, которые сейчас остались в паралимпийском движении, не попали в Рио, как и ты, многие из них уйдут из спорта, так сказать, разочаруются во всем этом, то, что произошло, или все так сохранят оптимизм и еще на один олимпийский цикл пойдут? Как и ты, кстати. Люди все разные, у всех разная на это реакция, конечно, безусловно, все расстроены, у всех какая-то и злоба даже есть, то, что вот такое происходит. По сути, мы же ни в чем не виноваты, то есть, я вот писал через юристов письма, отправлял и Крэйвену, и другим там высокопоставленным людям, и мне пришел ответ. Нет, лично я ни в чем не виноват, ко мне никаких претензий, я просто стал пешкой большой игры, вот, это практически дословно. То есть, ко мне претензий нет, почему меня не пускают, я не знаю, и это очень всех расстраивало. И люди все разные, кто-то, да, наоборот, загорелся, я выступлю в Токио, я буду тренироваться и покажу там результаты, и всех обыграю. Кто-то, наоборот, это уже последняя паралимпиада, как бы, уже и не хочется больше плавать. Кто из самарских паралимпийцев, на твой взгляд, мог, ну, кроме тебя, еще претендовать на медали в Рио? Ну, в плавании это я, Сергей Сухарев, пулевая стрельба у нас есть Наталья Далекова, Николай Крыгин, легкая атлетика Николь Родомакина, Вероника Доронина, и еще у нас велоспорт, это Сергей Батуков. Я считаю то, что все могли претендовать, потому что просто так, даже отобраться на паралимпийские игры, это очень хороший результат. Это очень тяжело, и каждый, кто этот отбор прошел, он уже мог претендовать на любые медали. Расскажи все-таки, из-за чего, что произошло, почему ты оказался в инвалидной коляске? Ну, у меня до 18 лет я был абсолютно здоровым, потом у меня произошло повреждение спинного мозга, вот, было сделано 5 операций, и в итоге вот в таком состоянии остался, как бы, и посмотрел паралимпиаду в Лондоне в 2012 году, я очень загорелся, я поставил себе цель попасть на паралимпийские игры, и вот начал заниматься пулевой стрельбой и плаванием, и смотрел, где быстрее пойдут результаты. И в плавании чуть-чуть быстрее пошли результаты, хотя я даже по пулевой стрельбе ездил на чемпионат России. А в Самарской губернии есть возможности еще какие-то для людей с ограниченными возможностями? Вот попробуйте у тебя какие-то других еще паралимпийских видов спорта, кроме стрельбы и плавания. Стрельбу ты выбрал поближе к дому, я так понимаю, или... Не, ну, мне Наталья Далекова была призером паралимпийских игр в Лондоне, по-моему. В Лондоне. А, в Пекине, да, в Пекине. И про нее очень много где писали, и я, как бы, вот из-за этого нашел стрельбу, можно сказать. А плавание мне уже посоветовали, потому что про плавание очень мало где было написано, и... Ну, и я, как бы, вот тоже узнаю, только вот паралимпийцы приехали с легкой атлетикой, с велоспорта, и я теперь знаю то, что у нас есть еще и легкая атлетика, и велоспорт. Вот недавно появилась команда у нас последствий к хоккею. Ты знаешь, что... Ну, да, я читал новости, да, я видел паралимпиаду в Сочи. Уже какой-то шажочек сделан уже, в период уже не так все плохо оказывается. Нет, это, конечно, безусловно, это очень хорошо, это... Такие новости всегда радуют, то, что у нас развивается, то, что... Это показатель и уровня жизни в Самаре, и показатель того, то, что социальная адаптация проходит хорошо. Но почему-то только о вас мало говорят. Вот ты хочешь быть примером, а как примером? Хотелось бы больше, потому что, я говорю, вот популяризировать это направление. Больше человек узнает, больше людей с ограниченными возможностями потянутся, поверят в себя, будут искать себя в жизни, пускай не обязательно в спорте. Они просто посмотрят то, что такие же люди, как и все, и можно так же себя реализовывать. Это абсолютно не преграда и не помеха. Вот ваша история с Ленским. Вот кто кого нашел первым? Он захотел заниматься сплаванием, захотел, и активно, упорно это искал. Сначала он попал к Волкову Владимиру Михайловичу, стрелять начал. И ему подсказали телефон Аллы Николаевны Белоусовой. Она сказала, вот пришел мальчик, давайте посмотрим, предложил нам. Ну и потихонечку, потихонечку, мелкими шажочками мы дошли до сборной России. Как вы восприняли то, что он выполнил олимпийскую лицензию, и в последний момент, можно сказать, его включили в состав паралимпийской сборной? Во-первых, он к этому стремился. Не всегда, конечно, все получалось. Там был отборочный чемпионат России и был добавочный чемпионат Европы. Напрягся, и для него это было первое в его карьере серебро международного старта. И плюс еще подарок – это отбор на Олимпиаду. Как восприняли то, что не поедет на Олимпиаду? Это было очень болезненно. Восприняли очень сложно. Я думаю, в первую очередь сложно восприняли это спортсмены. Потому что просто из-за политических игр мы каким-то образом пролетели мимо Паралимпиады. Каким вы видите себе дальнейшую работу? К чему дальше стремиться? Поскольку этот год как бы постолимпийский, то есть мы можем немного, так скажем, ну не то чтобы отдыхать, но тренироваться обязательно нужно, но мы можем позволить себе какие-то вариации на тему экспериментов в плане тренировочных моментов. Война план покажет, каким образом и когда будет принято решение вновь принять Паралимпийский комитет России, состав разрешить нам выступать. Ну а на данный момент нас ждут только внутренние соревнования. Это Кубок России, Чемпионат России, этапы Кубка России. Руки опускать, я думаю, рано. Он у нас спортсмен не вот себе престарелого возраста. Хотя я хочу сказать, что паралимпийцы, спортсмены достаточно долгоиграющие. По мере сил, возможностей мы будем стремиться, конечно же, еще раз попасть на Олимпиаду, на Паралимпиаду в Токио. Вот ты в своей визитной карточке указал, что ты разработчик сайтов, да? И вообще будешь специалист по этому делу. Скажи, а, так сказать, это твой вклад вот как раз в популяризацию? Наверное, да. И насколько часто вообще пользуются вот ребята паралимпийцы, ну, инвалиды, я имею в виду, люди с ограниченными возможностями, вот твоим сайтом и как он правильно называется? paraswim.ru paraswim.ru Ну, началось это с того, что когда я пришел в плавание, очень было мало упоминаний про плавание в Самарской области, ну, про олимпийское именно плавание. И меня это очень задевало. То есть я хотел именно развить вот эту деятельность, очень ее популяризировать. И одним из, ну, наверное, моего вклада это было создание сайта. Ну, то есть как бы, что умею, чем могу, тем помогу. Вот, то есть я создал сайт, то есть там про нашу Самарскую область, про наших пловцов-паралимпийцев. Там и глухонемые ребята есть, и подовцы, есть и Тольятти, и Самара. То есть как бы все города стараемся затрагивать, где развивается. Добавляем туда новости про наших паралимпийцев, календарь. Ну, стараемся обновлять этот сайт постоянно. И хочу сказать, он пользуется популярностью не только в Самарской области. Очень много посещений из разных городов, особенно когда идут какие-то соревнования, пик запросов приходится на них. Каждый хочет найти результаты. Мы своевременно выкладываем все результаты соревнований. Люди заходят со всей России, смотрят и результаты, и календарь, и читают новости про наших спортсменов. А вот интересно, а у тебя много знакомых среди спортсменов-паралимпийцев в мире, я не знаю, там, других регионов, из других регионов страны? Да, мы, в принципе, все общаемся. То есть у нас нет такого, как у здоровых, да, было то, что американцы к нам там не очень хорошо относились, в частности, Юлию Ефимову там и освистали, и руку не пожали там на пьедестале. У нас такого нет. В принципе, мы хорошо общаемся. А вот какая реакция была твоих соперников на стартов в Бразилии без вас, без россиян? Что они говорили? Может быть, что-то писали на сайт? Может быть, как-то вы общались? Ну, вообще, с кем я общался, все были не согласны. То есть все были тоже в шоке, говорили, как так? Типа, это абсолютно нестроедливое решение. Типа, держитесь, ребят. Типа, мы с вами, мы за вас покажем. Вдруг нашу передачу смотрит какой-то парень или девушка, которые хотели бы повторить твой путь. Вот что бы ты посоветовал? Вот с чего начать? Вот первый шаг, вот с чего? Для начала нужно желание. И вот, в частности, у меня было большое желание. И я просто стучался во все закрытые двери. Взять телефон в руки, взять себя в руки, позвонить, приехать, определиться там с видом спорта, попробовать всегда там-то, там-то, там-то. То есть где-то, где-то это, возможно, стрельнет. Ну, вот ты прогрессивный такой, продвинутый парень. Вот ты ездишь сам на автомобиле. Мы сейчас находимся в Южном городе, кстати. Вот вплавать на бассейне нового современного ФОКа, который недавно здесь открылся. Ну, это, наверное, все-таки больше интересен тем, кто здесь живет, живет в Южном городе. Куда обратиться, собственно, вот тем ребятам, о которых мы говорим? У нас такого, наверное, нет, что пришел в бассейн и начал там плавать. И все условия для инвалидов? Здесь тебе и душ, и подъезды, и заезды, и так далее. Ну, это вот здесь, в Южном городе. В Южном городе только, да? Да, ну вот сейчас еще вроде орбита открывается. Там, по-моему, тоже сделано для инвалидов. И пандусы, и все условия. Да, но я пока еще там не был. В первую очередь нужно тренера, с тренером решать. То есть я, в принципе, эти вопросы не решаю, честно. Вот скажи, что главное для тебя вот в этих занятиях спорта? Ну, во-первых, плавание – это самый такой вид спорта, который для поддержания здоровья и для реабилитации. Поэтому очень много паралимпийцев-плавцов приходит именно в плавание, чтобы реабилитироваться после травм, болезней. Ну, для меня это уже как образ жизни. То есть на сборы поехать, на соревнования. То есть я настолько зарядился вот этой обстановкой, то, что хочется как можно чаще куда-то уезжать и показывать результат. А если вдруг вот ты почувствуешь, что, ну, результат уже не прогрессирует, у тебя появилось какие-то новые-новые интересные увлечения, там, не знаю, работа какая-то такая интересная. Ты с сожалением уйдешь из спорта? Ну, конечно. Ну, я, может, не уйду из спорта, я, может, перейду в стрельбу. И будешь, условно говоря, до 60 лет ты будешь плавать. Нет. Ведь есть же плавцы, примеры, которые плавают. Ну, это очень тяжело. Сейчас растет и конкуренция, и все, и поэтому, я думаю, пик это, там, 28-30 лет. Дальше уже, ну, уникум и есть, конечно, но это очень тяжело. А вот в стрельбе, например, там можно хоть до старости стрелять. Ну, и, наверное, все-таки сейчас уже немножко попроще создают условия уже вот на централизованных сборах, куда вы ездите, да? Ну, да. Ну, вот даже нам говорили то, что колоссальный прорыв сделал Паралимпийский комитет, начиная с 2006 года, когда не было ни денег, когда команда состояла, по-моему, ну, там, из нескольких десятков всего человек ездили в Афины. Очень мало народа ездило. А сейчас у нас делегация была 267 человек. То есть, за 10 лет добиться такого прогресса, это очень хорошо. А ты скажи, а вот можно у нас в Самаре построить какой-то, ну, мини-инвалидный центр, что ли, со своим бассейном, там, со своими условиями, там, с беговыми дорожками, с водными дорожками? Потому что, наверное, ведь тренировки отличаются у Паралимпийцев. Нет, тренировки абсолютно не отличаются. Мы очень часто плаваем со здоровыми спортсменами, спарринг-партнеры здоровые у нас бывают. Просто, да, они там чуть быстрее плывут, но мы за ними тянемся. То есть... Стимул есть? В плане объема тренировок мы во многом не уступаем. То есть, ничем. Ты знаешь, Слава, вот в моем детстве на деревенской речушке в селе Толстовка, Безнячевского района, занимались тем, что соревновались очень... Придумывались разные развлечения. Вот, например, условно говоря, нужно было проплыть, переплыть речку без ног, потом без рук. Кто быстрее? Это было очень любопытно, потому что кто-то мог быстро плыть и руками, и ногами, а кто-то вот так-то вот. Как ты вот выполняешь в воде развороты? Над чем ты работаешь? Что мешает тебе? Что помогает? Я не знаю. Что развивается, в первую очередь, что нет? Это должно, чтобы все знали, вот ребята, кто хочет заниматься. Ну, работаем точно так же над всем тем, над чем работают остальные спортсмены, там, наши олимпийцы. Обычные пловцы, да? Да, да. То есть, это также старт ввода, то есть, у меня старт с тумбочки верхней, да, он там... То есть, это специальные тумбочки для того, чтобы вы... Конечно, должны быть олимпийского уровня тумбочки обязательно. То есть, условия все равно отличаются. Да, вот здесь вот мы сидим, да? Здесь не проведешь соревнования по... Нет, здесь соревнования проводить нельзя. Во-первых, здесь тумбочки с одной стороны. Даже если это четвертак, должны быть тумбочки с двух сторон. Интересно, вот, а сколько раз ты подтягиваешься? Или это не входит в свою систему подготовки? Вот на турнике сколько раз ты подтягиваешься? Ну, раза, раз пять могу потянуться, но это не входит в мое. В основном, другие мышцы подключаем, работают. Я понимаю, что ты работаешь на тренажерах. В основном, тренажеры это для ключевого, для... В основном, руки, да. Вот сейчас пытаюсь заняться спиной, потому что очень слабая спина. За счет этого тонут ноги. То есть, это слабое звено твоё? Да, да. Спина, это, наверное, самое слабое звено. Нужно закачивать спину. Мало того, что ноги не работают, спина очень... Нужно держать их ещё. Фитнес-центры тебя пускают? Ну, за деньги, да, почему нет? То есть, наравне с любителями, со всеми? Ну, да, да. Когда я сейчас как бы не был... Нет ограничений у нас в самарской фитнес-центре. Ну, я тоже не знаю, смотря в какие, как бы... Но вот я в самарский ходил, никаких проблем не возникало. Этим тоже можно заниматься. То есть, даже для себя. Не обязательно, если ты хочешь быть спортсменом. Но чтобы подкачаться, чтобы атлетичная фигура была, чтобы ты чувствовал себя просто, так сказать, жизнеутверждающе. Да. Я думаю, просто главное позвонить, объяснить ситуацию, договориться. По идее, если люди адекватные, проблем не должны никаких возникнуть. Сколько раз ты в день тренируешься обычно? Две тренировки... Или вообще система тренировок какая? Две тренировки в день, десять тренировок в неделю. Две тренировки в день, десять тренировок в неделю. Ну, то есть, как бы, получается, у меня в среду одна тренировка, в субботу одна тренировка, в воскресенье выходной. Вот. И вот это напряженный график, довольно. Напряженный, но олимпийские игры просто не даются. Я знаю, что тебе помогает целая бригада тренеров. В идеале, с каждым паралимпийцем должна вот такая система существовать. Ну, не знаю. У нас, в принципе, есть ребята, которые сами тренируются. Ну, как бы, это все индивидуально. А кто тебе плавно пишет? Тренера, да? Конечно. Теперь их тренера. Ну, олимпий, Лариса Петровна, Матвея Иванович Михайловна. То есть, у меня два тренера, я с ними работаю. Как ты отметил их труд после того, как побывал в Кремле? Большое спасибо. А вообще, ты считаешь, что ты такой способный ученик? Не капризный? Не, я считаю тоже, что я очень капризный. Со мной очень тяжело. Поэтому я не представляю, как они до сих пор со мной работают. То есть, ты можешь спорить и что-то свое доказывать? Ну, да, да. У меня все-таки уже и возраст, да, как бы такой. Я там не ребенок, поэтому со мной, наверное, тяжелее работать. То есть, я не всегда, наверное, как ребенок на меня можно крикнуть, да, и я там все. Как бы у меня какие-то свои видения тоже есть. Мне это интересно. Я и читаю про это, и как бы в дальнейшем, наверное, хочу даже тренером стать. Иногда, может, что-то не так делаю и начинаю лезть туда не надо. Вот он говорил, что он очень капризный, в общем-то, воспитанный к вашему. Капризный? Да, что с ним тяжело. У него есть свое мнение. Он гордый парень. Ну, договариваемся. На самом деле, это все решаем. А есть вообще какое-то отличие, вот, тренировать обычного пловца и человека с ограниченными физическими? Ну, есть отличие, так сказать, в методике тренировок, каких-то технических нюансах. Для того, чтобы идти к большой цели, отличий нет. То есть, везде высокие требования. Та же усталость, та же боль, тоже нежелание и что нету сил. Все одинаково. Только единственное, в методике тренировок, да, там, так как какие-то упражнения невозможно выполнить, невозможно выполнить упражнения на ногах, невозможно сделать полноценный, там, старт, толчок какие-то, да. То есть, постоянно приходится что-то думать, выдумывать, так сказать, как разнообразить тренировки. Какими упражнениями, какими сериями, да. В этом, конечно, сложнее, вот, чем, так сказать, в работе с людьми без поражений. Он исчерпал свои физические возможности? Нет, конечно. То есть, это его не потолок? Нет. То есть, вы как тренер, сколько еще, примерно, так думаете, насколько еще нужно добавить, чтобы уже совершенно точно входить, там, не знаю, в тройку сильнейших паралимпийцев, локсов мира? Ну, на самом деле, так сказать, расти можно бесконечно, но я думаю, что и даже еще и на будущий год, там, так сказать, этого потолок не будет достигнут. На самом деле, достаточно сложный вопрос. Нельзя сказать, что проработав вот три года, вы достигнете потолка. Нет. Нет. Ну, хватит для этого четырехлетия следующего? Ну, это будет достаточный срок. Ну, до Токио 2020, на самом деле, еще решение, вы прекрасно знаете, что решения о возвращении сборной нету. И ближайшие соревнования, которым надо отбираться, отбираться пока еще, так сказать, выполнять норматив. И далее, чтобы допускали страну, это чемпионат мира в Мексике в 2017 году. Вот. А чтобы быть, так сказать, в топе спортсменов, результат, он, в общем-то, ясен. Есть мировой рейтинг, есть там мировые рекорды, в которых понятно, что чтобы вот выполнять этот мировой норматив, чтобы, так сказать, цепляться за призовые места, там, и даже за шестерку, уже ясно, как надо плыть. Время в плавании, оно, так сказать, оно, в общем-то, достаточно такая величина более-менее постоянная, к чему надо стремиться. А как вы думаете, вот пример Ленского, Сергея Сухарева, он привлечет в плавание еще вот инвалидов, вот в этот вид спорта? Вот их пример, насколько будет заразительным? Ну, я думаю, будет. Хочется в это верить. Работа добавится. Ну, это хорошо. Конкуренция, она мотивирует, она мобилизует. А есть уже на подходе вот люди какие-то, которые уже могут, так сказать, достойно ответить и Сухареву, и Ленскому? Подрастают, маленькие еще, но растут. Сказать, что это будет там на следующий год, наверное, нет. Году через два, через три, наверное, да. Ленский готов, будет готов стать, условно говоря, победителем паралимпийских рейтингов? Ну, я считаю, что любой спортсмен, который выходит на этот, так сказать, путь, он, в принципе, должен быть готов. Вот это, так сказать, по умолчанию. То есть, вот говорить, что вот этот готов, а вот этот не готов, это неправильно. Если человек выходит на дорожку уже, так сказать, попадает в команду, в обойму, там, в сборной команды России, то он готов, значит, да. Ну, вот смотри, бытовые условия тебя не пугают, жесткий график тренировок тебя не пугает. А чего ты больше всего опасаешься в этой жизни? Ничего, все можно преодолеть, я думаю. Можно считать это напутствием тем, кто смотрит нашу передачу, вот тем людям, кто смотрит нашу передачу. Формулу успеха, какой ты вывел ее для себя и которой формулы ты придерживаешься в жизни? Ну, наверное, никогда не сдаваться и всегда двигаться вперед, потому что возможность человека безгранична. Это был Вячеслав Ленский, паралимпиад Самарской губернии, один из лучших и один из лучших в мире. Спасибо, Слава, тебе за прекрасный разговор, желаем тебе успеха. Спасибо большое. И надеемся, что ты достойно подготовишься к Олимпиаде 2020. Спасибо большое.